Большинство людей, которые сталкиваются с судебными разбирательствами, наверняка слышали о понятии госпошлина. В этом видео более подробно разберем указанный платеж. Государственный налог при осуществлении юридических операций – это настоящий налог, который платят физические и юридические лица, как своеобразную оплату труда должностных лиц, судебных представителей при выполнении ими обязанностей. Принципы расчета, уплаты, рассрочки и даже возврата – все это регламентировано законодательством. Платят госпошлину все, кто обращается в судебные органы – физические и юридические лица в случаях, когда обращаются для осуществления действий юридически правового характера, либо участвуя на заседании суда в роли ИССА. Точный размер налога зависит от характеристик дела, которая направлена в суд. Их классификаций множество, по всем из них есть свои рекомендации и формулы расчета госпошлины, приведенные в законодательстве. Информацию о размерах госпошлины вы можете увидеть в таблице. Данные, отраженные в таблице, носят больше информационный характер, который содержит только порядок расчета. Чтобы рассчитать госпошлину, воспользуйтесь калькулятором, расположенным на сайте Роско или на сайте суда, к которому вы намереваетесь обратиться. В основу онлайн-калькуляторов пошлины положен специальный алгоритм. Перед тем, как приступить к расчетам, проверьте следующие обстоятельства. Имейте ли вы льготы? Остановитесь на конкретной сумме иска. Проходит ли дело по общему или особым статьям закона? Далее все проще простого. Выберите вид иска, введите сумму иска, а калькулятор рассчитает и выдаст окончательную сумму пошлины, которую нужно будет оплатить в банке в том регионе, где находится суд, на который возлагается разрешение спора. В платежке укажите сумму иска, исца и ответчика, которому подаете иск. Калькулятор очень удобен, понятен в использовании, а главное рассчитать сумму госпошлины можно в любое время, которое свободно именно для этого дела. Актуальность и популярность калькуляторов растет с каждым годом. Подача иска сегодня осуществляется в суды таких типов, как местного значения, мировые, краевые, областные, Верховный суд России. Обратите внимание, при выигрыше спора все затраты по оплате госпошлины по иску будут возложены на ответчика. Только решением суда истец может быть освобожден от уплаты налога, либо отсрочить дату уплаты, дать рассрочку и так далее. Все это рассматривается в индивидуальном порядке, учитывая финансовое положение обратившегося в суд человека. Госпошлина платится не всегда, есть случаи, когда она не предусмотрена или оплачивается в меньшем размере. Госпошлина при подаче искового заявления не уплачивается совсем при таких видов споров – трудовые, усыновления, при спорах относительно получения пособий, при нарушении прав судебными приставами, в случае незаконных уголовных преследований, по вопросам защиты детей, по правам инвалидов, о психической невменяемости и недееспособности. Также не нужно платить госпошлину при апелляционной жалобе по поводу развода. Еще льготы распространяются на такие категории граждан, если заявленный МИИСК будет меньше 1 млн. рублей, как инвалиды и их сообщества, тяжелые инвалиды 1-й и 2-й групп, на случаи, когда граждане обращаются с защитой прав потребителей, если обращаются с защитой ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры. Рассмотрим, какие еще иски принимаются в дело без уплаты пошлины. Иски об условиях и возможности неуплаты налогов либо рассрочки. Изменения способа исполнения судебного постановления. При пересмотре судебного решения ввиду вновь открывшихся обстоятельств и фактов. При пересмотре заочного разбирательства. Если у вас есть вопросы, вы можете оставить их в комментариях под роликом. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями законодательства вместе с Роско. Увидеть другие наши соцсети вы можете в инфобоксе под видео.